Здравствуйте друзья. Продолжаю перенос своей конфигурации на новый сервер и параллельно изучаю и внедряю те возможности и функциональность, которых не было на тот момент, когда я создавал свой первоначальный вариант умного дома. Сегодня на практическом примере рассмотрим применение сущности InputButton, которая по сути является виртуальной логической кнопкой. Когда я изучаю ту или иную возможность системы умного дома, я в первую очередь пытаюсь понять, где я ее могу применить. Используем тот же подход. Вот перед нами некая автоматизация для умного дома, это включение режима подсветки для просмотра фильмов. Запускается она по некоему триггеру, в данном случае это смена состояния сенсора, событие, которое появляется в результате произведенного действия, например, нажатие на клавишу, обнаружение движения и тому подобное. Причем таких стартовых событий может быть много, даже в одной автоматизации. Однако их объединяет то, что это физические устройства, выключатели, кнопки, датчики движения, открытия и т.д. В результате выполнения такой автоматизации, также может быть не просто включение или выключение, но и установка параметров, как в этом примере определенной яркости и цвета. С одной стороны ничего сложного, но вручную, каждый раз устанавливать это было бы не очень удобно. Вот как это работает. По нажатию на одну из кнопок, прописанных в автоматизации, включается подсветка на выбранных светильниках. Причем, если до этого был включен обычный свет, он отключается. Удобно и быстро. Однако, как сделать чтобы то же самое можно было сделать прямо из интерфейса. Для этого и нужен input button. Еще хочу уточнить, чтобы была возможность добавления этой сущности показанным далее методом, в Configuration YAML должен быть либо включен режим Default Config, либо если вы используете свою конфигурацию как в моем случае, то нужно отдельно включить в Configuration YAML раздел input button. Переходим в конфигурацию, автоматизации, вспомогательное. Добавляем новый элемент кнопка. Придумываем название новому объекту. И выбираем иконку, что-нибудь подходящее. Создать. Вот в списке появилась новая сущность кнопка. Ее теперь можно использовать наряду с физическими. Давайте добавим ее в автоматизацию. Вот она в триггере. Используется та же платформа State. И указываем название объекта кнопки. Все. Добавим в интерфейс. Например при помощи карты entity button. Имя созданной кнопки. И пропишем действие при нажатии. Вызов сервиса. Нажатие на кнопку. И указываем ее имя. Проверим как он работает. Разницы между нажатием на физическую кнопку и виртуальную нет. Этот метод можно применять для запуска любой созданной автоматизации из интерфейса. Без необходимости отдельно прописывать ее действия в виде скриптов, как это приходилось делать раньше. На этом все. Надеюсь информация была вам полезна и интересна. Буду благодарен за ваши лайки и подписки. Всем мира. До новых встреч.